Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У нас в компании была пара, где женщина уничает других жён и открыто флиртует с мужьями. Может, не вначале выставить зад или переодеться перед чужим мужем. Женщина обозвалась и высмеет перед своей компанией. Ненавидим детей, ассоциируя их с мамами. Я тоже соприкоснулась с ней, как и остальные, перестала общаться. Мой тогда ещё молодой человек видел поведение этой женщины, но обвинил меня, что я отодвинул его от друзей. Он дружил с этой парой и втихаря продолжил приезжать к ним домой. Узнав это, я расстроился, я не была против его общения с мужем этой женщины, хотя ты перестал со мной здороваться. Мужская дружба, я понимаю. Если бы он где-то с ними случайно увиделся и поздоровался, то уже нормально. Ну, ездить к ним домой, есть там шашлыки. А потом говорить, что случайно так вышло, ну, я не знаю. По этой ситуации я могу сказать, что женщина, являясь, в общем-то, человеком достаточно сильно эмоционально ранимым, проявляет здесь такой механизм защиты, как сексуализация. Через данный механизм защиты человек как бы отодвигает от себя всех людей. Например, вас, например, других женщин, чтобы не было конкуренции. Не было конкуренции для нее самой и для ее мужа. Это первое. Второе. То, что ваш молодой человек тогда еще и сейчас муж, по сути, вам соврал, связано с несколькими факторами. Первый фактор заключается в том, что у вас с мужем нет доверия. Муж почему-то знал, что если он вам скажет, что поедет к ним домой есть шашлыки, вы, скорее всего, не одобрите. Другое дело, что, наверное, никто бы не одобрил, но, тем не менее, доверие в паре на том и строится, чтобы ломать вот эти вот истории про никто. Да, я понимаю, это риск. Да, я понимаю, что любому бы человеку не понравилось, когда происходит то, что вы описываете. Но, повторюсь, доверие между людьми выстраивается именно для того, чтобы менять людей. Если я тебе доверяю, и ты хочешь туда, иди туда. Если потом выяснится, что была измена, будем реагировать на нее так, как будем реагировать. Исходя из того, что измена есть следствия проблем в отношениях. Понимаете, да? С другой стороны, вранье может быть связано с тем, что вы по отношению к мужу занимаете такую негласную позицию родителя. То есть, да, вы вроде бы тихая, вы вроде бы скромная, я бы даже сказал, судя по тому, что вы написали выше, где вы поблагодарили за то, что заглянули в ваш вопрос, я бы сказал, что вы, может быть, стеснительные немножко, может быть, неуверенные в себе. Но, судя по поведению вашего мужа, возникает двоякая ситуация. С одной стороны, как я и сказал, может быть, такая история, что вы занимаете позицию негласного родителя. Негласный родитель – это когда внешний человек тихий, внешний человек скромный, внешний человек находится как бы за мужем. Вот. Но наедине он, наедине или косвенно, непрямо, он дает своему партнеру знать, что что-то не нравится, что она обижается, что у него портит настроение. И негласно дает понять, что это целиком и полностью вина партнера. В этом случае партнер будет что-то скрывать. Есть и другая страна, где вы на самом деле такая неуверенная в себе, скромная, тихая, может быть, где-то стеснительная, зажапая, неактивная. Да. И муж просто с вами не считается. Он привык, что вы расстраиваетесь, он привык, что вы, ну, как-то вот повосмущаетесь, и всё. И всё пройдёт. И ничего не будет. Ведь после этой ситуации он же ведь стал вашим мужем. То есть вы, получается, его простили. Очень интересно знать, как вы его простили. Судя по тому, что ситуация продолжилась, ну, я бы не сказал, что вы простили его через договор и какое-то решение. С точки зрения родителя, родителя, это такое, что называется, поверхностное прощение. Когда оба понимают, что ситуация постарается на один дело, это ведь, что просил, другое дело, и ведь, что всё понял. А с точки зрения второго варианта, где вы занимаетесь скромную такую позицию, по сути детскую, эту историю про то, что вам просто, ну, скажем так, убедили, нас просто убедили. Тут нужно смотреть, как вы реагируете на убеждения. Вообще, эта история исключительно вашей честности, если вы честно ответите себе на эти вопросы, которые я задал. Я думаю, что причину вы сможете увидеть. Дальше. Бывшая жена его брата. У женщины репутация плохая, подруга-экскортница. Она приходила к нам домой даже среди ночи, посидеть за компом. Что ей мешало делать у себя дома, тетя 37 лет, я не знаю. У меня мой молодой человек не спрашивал, не против ли я. Выхожу из душа, 11 ночи, сидит мадам у меня в спальне. Но мое возмещение говорит, что ты же слышала мой с ней телефонный разговор. Я слышал, что она общается с ней, на что-то соглашается. На самом деле, нужно было расспрашивать. И моя вина в том, что она так там оказалась. Это был вопрос. Моя вина, что она там оказалась. Но, понимаете, то, что вы здесь делаете, вы ищете виноватых. Дело в том, что поиск виноватых, это такая вот скрытая агрессия. Скрытая агрессия возникает тогда, когда человека нарушается личной границей. Ваше возмущение вполне адекватно. Ваше возмущение вполне оправданно. Но! Важнее другое. Почему молодой человек позволил себе так поступить? Почему он допустил эту ситуацию? Среди ночи, мадам, в вашей спальне. Почему? Очевидно, что она с вами не считается. Да, здесь мы, как очевидно, переходим больше ко второму варианту, где вы стеснительный ребенок. Потому что вы психически меньше. Ой, психологически. Психологически вы меньше. Ваш молодой человек психологически больше. Он определяет, как вы живете. И, соответственно, вы от этого страдаете. Ситуация с мадам, это одна, может быть, показательная, но еще было, я уверен, много других, куда менее показательных, но точно так же обидных в истории. А то, что вы описываете в этих двух ситуациях и в третьей ситуации тоже, это история про возможность аджилтера. Три ситуации про возможность аджилтера. Да, самого аджилтера вроде как не было, но возможность была. Что говорит о том, что либо у мужа нет как бы интимного влечения к вам на таком уровне, чтобы ни с кем больше из женщин не проводить время и не допускать их в свое личное пространство, если это не друзья и не родственники. Либо ваш молодой человек и теперь уже муж просто активный в части женщин. Такие мужчины тоже встречаются. Поэтому надо смотреть, вполне вероятно, что у вас в отношениях есть проблема, а может быть, ваш мужчина таким был всегда. Третья ситуация. Мы в чужом городе, мы с вами днями отсутствуют. Я сижу в квартире, мне было 23 года, домашняя девочка. Город в тысячи километров от дома. Жду своего мужа. Понимаете, какая штука? Да, здесь мы опять-таки переходим к второму варианту, где вы скромные, искренительно и так далее. Знаете, какая штука? Скромность, это, конечно, хорошо. Так же, как и некая пассивность, домашность, следование за мужем и прочее. Но, не кажется ли вам, что в этой ситуации, где вы ждёте своего мужа, несколько проявляется ваша вторичная выгода? У вас в этой ситуации есть ожидание. Вы ждёте, когда человек не оправдывает то, на что вы надеетесь, вы получаете разрешение выразить недовольство. Насколько это, то, что вы получаете разрешение выразить недовольство, вот насколько это недовольство выражается ситуационно, но не системно? Мне почему-то кажется, что это недовольство у вас присутствует с фоном, если не всё время, то очень часто, гораздо чаще, чем ситуации, которые возникают. Но, позволяете ли вы себе это недовольство высказывать? На мой взгляд, нет. Вы пишите, жду своего мужа, зачем? Ну, если вы хотите на пляж, ну, пишите ему, я иду на пляж, и идёте. Что здесь? Здесь страх, здесь ценности, то вы должны быть только с мужем. Что бы это ни было, но правда заключается в том, что, к сожалению, именно здесь проявляется то, что у вашего мужа нет к вам влечения. По крайней мере, на таком уровне, чтобы, повторюсь, не проводить время с другими девушками. И связанное только с тем, я боюсь, что вы ведёте себя здесь то, как ребёнок, то, как родитель. Сначала вы его ждёте, спрашивайте, когда мы отдохнём, т.е. теребите его буквально за рукав, как ребёнок, а дальше выступаете в роль родителя, открывая в соцсети, на его страничке, значит, там фотки, и так далее. Уверен, потом вы ему высказали. Так это и происходит. Сначала ребёнок, потом родитель. Но никак не взрослый. Взрослый поступил бы примерно следующим образом. Захотел пойти на пляж, известил об этом своего мужа, пошёл на пляж. Узнал о том, что эта ситуация произошла. Просил бы себя, приемлемо для меня это или нет, в рамках моих ценностей. Исходя из этого, уже бы поступал. В вашем случае, к сожалению, такого нет. И я предполагаю, это связано с тем, что вы не доверяете себе. Т.е. вы находитесь в позиции рыбанок. Дальше. Вы пишите, я ни слова не приукрасил, я пишу как есть. Интересно это замечание, что вы пишите, ни слова не приукрасили, и пишите все как есть. Ну, во-первых, ни у кого нет и в мыслях сомневаться. Проверить все равно мы никак не можем, то, что вы говорите. Да и, как правило, мы верим тому, что говорят нам клиенты. Потому что, если клиенту не верить, то работу не построить. Но интересно то, что вы сами об этом пишите. Вы сами пишите, что я ничего не приукрасила. Во-первых, так не бывает. Мы всегда что-то приукрашиваем, потому что это эмоциональная реакция. Вам от этого больно. Раз вам больно, вы уже приукрашиваете. Но это нормально. С другой стороны, вы как будто бы боитесь, что вам не поверят. Это неуверенность в себе. Страх отвержения, возможно. Это такой момент. Вы пишите, я слишком близко принимаю к сердцу. Не так важно, близко вы принимаете к сердцу или нет. Как не так важно, как это принял бы другой человек на вашем месте. Важно то, что это за реакция, то есть, что она затрагивает, какую часть личности она, вашу, затрагивает, и что вы хотите с этим делать. Очевидно, что разговоры не помогают. Дальше. Вы пишите, может быть, тут, может быть, психологические травмы, может быть, у всех они есть. Таких, ты дался, было миллион, и они очень болезненные для меня. И зачем вы терпите? Ну, то есть, буквально, для чего вы терпите миллион болезненных ситуаций. Боитесь, муде потерять? Не хотите лечаться возможностей делать его счастливым? Почему? Как воспринимать это проще? Не знаю, никак возможно. Если, если вам это неприятно по системе ценностей, то никак. Если это вас задевает, задевает вашу самооценку, самолюбие, гордость и так далее, это можно выровнять. Можно сделать так, чтобы вы легче через это проходили, чтобы болезненность быстрее проходила. Сделать это можно. Станет ли болезненность меньше? Не знаю. Подскажите, потому что я очень часто себя ловлю на том, что огорчаюсь. Правильно, вы огорчаетесь. Огорчение, слово-то какое, огорчение, это история про то, что вам что-то не нравится, и это нормально. Что вы с этим делаете-то? Мы считаем, что если он не изменил, значит, ничего плохого не сделал. Но почему мне тогда больно от подобных поступков? Сложно сказать. Я бы предположил, что вам больно либо от перспективы измены, то есть страха измены, вам либо больно от ревности, либо вам больно от обмана. То есть вас обманывают. В любом случае, дело здесь не в боли. Дело здесь, во-первых, во внутреннем конфликте, который у вас есть, ну, вот именно ваш внутренний конфликт, именно ваша внутренняя проблематика связана с самооценкой, тревожностью, страхом и так далее. Либо это ценности. Но если вы считаете, что человек не должен врать в отношениях, да, если вы считаете, что он должен говорить правду и желательно всегда, вы будете само собой испытывать боль, когда этого не происходит. Другой вопрос. Вы как будто бы снова и снова надеетесь, что вот сейчас это последний раз. А это не последний раз. Это системность. Ваш муж, скорее всего, до знакомства с вами был таким. Он остался с вами таким, когда начал с вами встречаться. Он остался таким, когда вы поженились. Он будет таким. Вот решите, принимаете вы человека или нет. Приводливости ради надо сказать, что измены действительно не было. Приводливости ради надо сказать, что формально он прав. Но заметьте, он всегда действует в ущерб вам. Ваша спальня в одиннадцать ночи. Оставление вас в... Ну, я так благаю... В апель в апеле одну. Всегда в ущерб вам. Ради чего это терпеть? Нет, ну, если у вас с мужем много общего, у вас очень много общего, это общее вас сильно связывает, тогда это не имеет значения. На самом деле. Но, раз вы об этом пишете, я полагаю, что значение это имеет. Так зачем? Зачем? Это терпеть, терпеть. Ради чего? Ради чего? Как найти причину, пишете вы. Причина находится в психотерапии, в процессе психотерапии. Мне кажется, вы интеллектуальный человек. Чувствуется, что вы образованы, чувствуется, что вы самокритичны, чувствуется, что вы рациональны. Вот. Все бы ничего. Только чувства подавляются. Ваш. Вы и так, и так. Ну, давайте, я предположу, все-таки второй вариант, международным. Первый, пока. вы и так стеснительны, вы и так себя подавляете, вы и так себя зажимаете, вы и так, скорее всего, много думаете о том, что вас подумают и как вы будете выглядеть, вы выглядите в глазах других людей. Тут еще и ваш высокий интеллект, вы подавляете свои чувства. И, само собой, ваши чувства нужно выражать. А выражать их вы можете только легально. А легально выразить свои чувства вы можете только в такой ситуации. А такую ситуацию вы можете спровоцировать. Это не значит, что вы ее на самом деле провоцируете, но вы можете в такой ситуации оказаться только если вы будете не очень интересны как женщину своему мужу. Вот вы и не особенно ведете себя, может быть, где-то излишне по-детски, где-то излишне как родитель, где-то излишне как жертва, где-то как-то еще, чтобы мужу было интереснее не с вами, чтобы у вас появилась возможность выразить свои чувства в правильном гневе миллион раз. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго.